Среди перекомиссованных в кавычках «рыбаковым» больных был высокий парень с живым интеллигентным лицом и до невозможности истощенный телом. По двум-трем его замечаниям я увидел, что он эрудирован, и заговорил с ним. «Через пять минут мы уже чувствовали себя старыми друзьями, вспоминая Москву». Звали его Виктор. Человек этот обладал громадным запасом живучести и юмора. Судьба его была более чем оригинальна. Отец его, американский еврей, приехал в Россию в 1918 году, чтобы участвовать в революции. Воевал в рядах Красной Армии, женился и остался на всю жизнь в СССР. Вернее, до конца жизни, так как в 1938 году его арестовали и умер он на Колыме, в тюрьме. А Виктор в 1941 году был взят в армию и попал к немцам в плен. Был ранен и подобран на поле боя. Он прошел через весь ужас Маутхаузена и все же выжил. А когда американцы освободили их, он решил поехать в Россию, так как там были мама и сестра. По приезде его целый год держали в специальном проверочном лагере, той же тюрьме, допрашивали, а потом осудили за добровольную сдачу врагу. Чувствуя очевидно, что дело его явно слабое в кавычках, следователь добавил ему еще и антисоветскую агитацию. В разговоре с товарищами он называл Дину Дурбин, фильмы которой тогда славились, лучшей киноактрисой мира. А это по советскому кодексу квалифицировалось как восхваление буржуазной идеологии и весило от 10 до 25 лет лагерей. Все это Виктор рассказал мне с улыбкой, не напрашиваясь на сочувствие. Судьбы наши были немного сходны. У обоих сидели уже отцы, и мы с каждой минутой чувствовали себя все ближе друг к другу, так как и взгляды наши на литературу, поэзию, искусство тоже совпадали. А о вопросах политических мы не говорили. Во-первых, тут и так все было ясно. А во-вторых, в политлагерях того времени это, в общем-то, не было принято. Были другие заботы. И среди них главное – как выжить. Ведь от постоянного недоедания и 12-часовой работы люди входили в состояние безразличия и понимали ясно лишь одно – надо экономить силы. Была даже поговорка «День конта – год жизни». В этот период не были разрешены посылки. За работу ничего не платили. Нам было разрешено лишь два письма в год. В лагерях свирепствовал произвол администрации, которая расстреливала людей ни за что ни про что. Надзиратели, выводя заключенных в лес на работу, развлекались. «Эй ты, пойди принеси дров для костра!» Посылали они новичка за линию, отгороженную деревянными флажками, запретная зона. И человек шел, ведь его посылает конвой. Но как только он заходил за черту запрет зоны, часовой в него стрелял. А потом еще получал за это предупреждение побега, в кавычках, 10 дней отпуска. Доведенные до безумия голодом, кто не выполнил норму, хлеба не получал. Ожесточенные взаимной враждой зэки не были опасны администрации. Но все же власти ввели еще одно звено надзора и принуждения – бригадиров. Из среды заключенных отбирались для этой работы, в кавычках, люди без морали и совести, готовые продать и убить кого угодно, лишь бы выжить. Эти бригадиры жили отдельно, в кабинках, в кавычках, а не в бараках. Их подкармливали отдельно, и они были опасней надзирателей, так как от них не укрывался ни один твой шаг. Но и над ними был старший комендант зоны, свой же заключенный, имевший власть убить безнаказанно кого угодно. Все это рассказал мне Виктор, пока мы сидели в бараке, забытые надзирателями. Я был ему очень благодарен за передачу опытов, понимая, что без знания деталей и особенностей этого «быта» я в четвертом измерении не проживу и месяца. «Вот у меня сейчас положение дикое», – говорил Виктор. «Взял я тут одну книгу английскую, я ведь язык знаю еще от отца, а у меня ее забрал надзиратель. Теперь дилемма, за книгой надо идти на вахту к надзирателям, а за прогулку на вахту меня уж точно ночью зарежут. Сейчас пойду с хозяином книги к Мегераму, что он скажет». И Виктор ушел. Я остался один и думал. «Вот я за миллион километров от нормальной жизни, в совершенно особых условиях, но и здесь человек проявляется все так же. Один готов печь хлеб, другой хочет быть только начальником, и все держится на кулаке и обмане. Какое страшное сходство с жизнью страны в целом, как гротескное отражение страшного пейзажа в грязной луже». Ко мне подошел молодой еще человек с типично еврейскими чертами лица. «Моисей», – представился он, – «я тут дневалю в бараке и слышал ваш разговор с Виктором». «Я сам из Западной Белоруссии. Только в сороковом году мы попали под власть России. Они нам протянули руку помощи, в кавычках, а мы протянули ноги, так у нас говорили». Виктор все правильно говорил. «Тут все враждуют друг с другом и все вместе очень любят, в кавычках, нас с вами». «А что, антисемитизм открытый?» – спросил я. «Как сказать? Мы тут самые слабые, а поэтому нас легче бить, а здесь уважают только кулак». «И правильно делают, кулак нужен и нам». Незаметно подошел человек лет тридцати пяти с изможденным лицом и горящими глазами. «Меня зовут Алик. Я немножко не из этой страны», – подошедший говорил с явным иностранным акцентом. «Но я еврей, как и вы. И все же мы разные. Я из Америки. А ты, – он повернулся к Моисею, – «ты раввин из Белоруссии, и тебя учили сгибать спину, а меня учили бить противника. У меня с детства, – обратился он ко мне, был неспокойный характер. И пошел я, наконец, добровольно в армию, стал американским офицером. И я не понимаю, почему вы здесь терпите унижения? Вот он», – Алик показал на Моисея. «Он здесь у нас старший еврей. Мы его любим и уважаем за спокойный ум раввинской школы. Но до конца я его понять не могу, ведь все они тут только тогда будут нас уважать, когда мы проявим силу. Они другого языка не понимают». «Ну, а я не советую лезть на кулаки, – возразил Моисей. Их много, нас мало. Но нас никогда не может стать так же много, как их, и, значит, всегда унижаться». До ареста я любил читать Библию, которая была у меня в русском переводе. Я любил эту книгу, как нашу историю. И там я всегда видел, что великие наши люди советовали при решении вопросов, связанных с жизнью нации в целом, не смотреть на количество народа, а опираться на его духовную мощь. Так было с Моисеем. Так говорила Дебора. Так советовали наши пророки и полководец Иешуа Новин. И сейчас я не могу понять, почему этот вероучитель, ведь Моисей был учеником Иешивы до прихода советских войск в Западную Белоруссию, говорит не то, что есть в Библии. Мы вышли вместе с Аликом. Он пошел проводить меня. По дороге в узком проходе барака мы столкнулись с каким-то нагло прущим вперед здоровяком. Алик шел впереди меня и встречный, что-то рявкнув, хотел силой отодвинуть его в сторону. В одно мгновение Алик ударил его снизу в подбородок и тот брякнулся без сознания на пол. «Идем», — сказал Алик и повел меня дальше. «Я так всегда поступаю. Меня боятся те, кто знает, что я неплохой боксер. Но упаси Бог самому упасть». Я шел сзади этого нового знакомого и думал, сколько еще уроков у меня впереди. Почти сразу после возвращения в барак я увидел, что в зону входят зэки, возвращающиеся с работы. Ворота были открыты, и офицеры с надзирателями стояли по бокам с деревянными досками, делая на них отметки. «Первая пошла, вторая пошла», — орал один из них. Входя в зону, каждый вел себя по-разному. Одни бежали куда-то по делам, в санчасть, а вдруг удастся получить освобождение на завтра. Другие кого-то повидать до закрытия бараков на ночь. Но большая часть шла медленно, словно в трансе от усталости. Лица обмотаны грязными и промерзшими тряпками, глаза без выражения. В бараке стоял гул голосов, и была нестерпимая вонь от разматываемых портянок, от мокрых валенок, от грязных и потных тел. Еще предстоял ужин, и люди не раздевались до конца. Все ждали, когда наш барак позовут в столовую. Сразу все бригады там не вмещались. «Ну вот и долгожданное! Выходи в столовую!» И мы идем туда, где утром была «комиссовка» в кавычках. Ужин, кусок селедки, хлеб и немного разваренной скользкой каши, не имеющей никакого вкуса. Но это вкусно! В лагере все вкусно! Остатков в мисках нет, а у помойки ходят вечером и утром какие-то жалкие оборванные тени и ищут селедочные головки. Это смертники! Если человек в лагере пошел на помойку, то его ждет могила. Когда мы возвращались из столовой, за вахту несколько санитаров вытягивали сани с трупами людей, умерших за день в больнице. Шедший со мною Виктор посоветовал «Посмотри, зрелище достойное увековечения!» Сани остановились у вахты. Трупы лежали на морозе голые, с бирками на ногах. Номер, не фамилия. Из домика вахты вышел дежурный надзиратель. «Ну, чего так поздно?» заворчал он. Потом повернулся и ушел, а через минуту вышел снова, держа в руке железный стержень, раскаленный в печке. Ведь лежит он там все время, ждет. И этим вертелом прожег по очереди каждый труп. А вдруг притворяется и хочет, выйдя голым в сорокаградусный мороз, убежать.